Сегодня 22 ноября, и если раньше все года я мечтала отмечать день рождения 23 ноября с Вовой, то этом году это стало реальностью. И это просто уже такая обычная вещь, типа вот уже обыденная. Просто как сбываются мечты. Очень много того, что я написала, оно все сбывается. У меня даже есть открытка для Вовы, и там расписано его будущее. Настолько я вообще сверхчеловек. Пишите в комментариях, у вас такое происходит, что ваше желание становится реальностью или же нет. Всем привет. Короче, у меня вот как в прошлом году будет такая тема насчет отъезда на долгий срок, и буду вам показывать и запечатлять. Мы решили, приняли такое решение еще только в начале наших отношений. В итоге мы до сих пор никуда не уехали, потому что Вова пыталась отдать на права. Так или не знала. Мы скоро уезжаем. Сегодня 1 декабря, я решила вам начать наконец-таки записывать это все. Сейчас вообще такой период, но вы сами видите, как я выгляжу. У меня очень много всего происходит. Хотя вроде немного, у меня было и больше, но просто... Я на Чили на Расслабоне. Было много времени. И для меня уже столько, это уже много. Нужно доделывать все песни, дописывать, и потом мы будем уже уезжать. Но пока что не знаю, у них были Таиланта или Гуа. Мы пока что абсолютно не знаем, куда мы поедем. Но в этом видео вы как раз-таки увидите, куда мы поедем. И то есть сегодня 1 декабря, мы еще вообще ничего не знаем и ничего не понимаем. И пытаемся изучить и тонкости с картами, и не с картами. И... Короче, такой какой-то у меня период в жизни. С каждым месяцем все хуже и хуже. Я старалась держать себя на плаву, но по итогу все равно... Короче, это сам... Каждый месяц все жестче мое состояние может уйти в минус. Я это понимала. И всегда старалась выходить в люди. Ну, в плане... Снимать видео, контент из хорошего, конечно, состояния. Передавать что-то хорошее. Сейчас вам хочу просто показать правду. Я еще записалась на проработку. Ну, в общем, это будет где-то месяц длиться. И... Я вот... Вот только вот... Блин, вы понимаете, что я написала? Два слова. Я даже не написала первый пункт. И мне еще очень много всего делать и проделывать. И... Блин, это вообще... Кажется, что очень много всего навалилось. Пыталась я держать свое состояние с помощью йоги. С помощью занятий. Короче, я все равно сказывалась. Я не знаю, почему. Ну, песня еще выходит через несколько часов. Я несколько дней не выходила. Я не могу зайти в Инстаграм. У меня не было сейчас туда зайти. В ВК... Я просто ничего не укладываю. Я в телегу что-то написала, что скоро релиз выходит. А у меня вообще... Последнюю неделю не было ни сил выкладывать сниппеты. И вообще ничего не снимать их. И... Короче, вообще... Как-то так, короче. Вова, ты меня слышишь? А? Слышишь, что ты меня не слышишь? Кринж. Короче... Я хочу посплесничать про Вову. Вова, можно тебя у васрать? За спиной. Покрышиться можно? Вау. Сидела и понимала, что когда я год назад уезжала... Я хочу реакцию Вова, что в воду записи смотрелась. Когда год назад я одна уезжала, то у меня, в принципе, не знаю, было проще. Но, возможно, потому что это Россия. Но это был мой первый такой опыт. И сейчас кажется действительно, что ехать куда-то по России, это намного ближе, чем куда-то за границу. И стоимость билетов, хотя я 15 тысяч стоил билет в апреле. Там, Сочи, Ветербург, Ветербург, это как бы довольно-таки много для России. Хотя обычно можно даже за 5-10 найти. В две стороны. А тут в одну, 15. Как-то все казалось... Не, ну мне было очень страшно, мне было очень сложно. Но я просто не могла уже туда идти. Просто взяла, уехала и нашла для себя новую жизнь. И сейчас какое-то число, 8-ое, да, у меня скоро песня уходит. И словом, мы не можем ничего решить, не принять решение. Хотя я и в прошлом году очень долго принимала решение. Я еще думала, может, не в Сочи. Я хотя бы там уже была. Ну, мы тут решили туда ехать. Ни о чем не пожалела. Это было просто лучшее зима. Даже мой друг сказал, что... Друг знакомый. Сказала, что, блин, у тебя такая классная, насыщенная зима была. 17 лет, 11 класс. Действительно так. Тут, ну... Не знаю, мне кажется, в принципе, спустя год больше как-то осознанности. Мне было очень тогда ментально плохо. Хотя я не скажу, что после жизни в городе становится хорошо. Происходит какой-то ретрит. Ну, в принципе, намного лучше, чем в прошлом году. И я просто хотела найти забвение. Я не знаю, как это назвать. И для начала просто прийти в себя. И я действительно пришла в себя. Более-менее подоспособное состояние. И понимание того, что когда мы уедем, мы безработные. Да, мы на чем не зарабатываем. И вообще у нас нет никакого дохода. Как мы будем жить в другой стране. Зато с классным климатом. Я не знаю. В прошлом году, мне кажется, было. В принципе, наверное, попроще. Потому что вот уже восьмое число мы ничего не купили. Ничего не выбрали. Никакой тур. И мужчина мой, этот вот, не хочет взять на себя ответственность. Такое лицо. Чтобы взять уже и что-то сделать. На самом деле, главная такая философия жизни. Чем меньше ты времени и энергии тратишь на решение, тем проще. Я где-то решение принимала, может, месяц. Ну, в плане узнала там всего. Ну, около месяца, наверное. Именно точечно, куда я поеду. Очень много расспрашиваю менеджера там. Столько вопросов. Там просто переписка длинная. Всем привет, друзья. Сегодня у нас 18 декабря. И у нас вроде бы что-то сдвигается с места. Во-первых, мы сделали один документ на... Короче, с такими сложностями дебильными столкнулись на ровном месте. И из-за этого мы не можем ехать в Таиланд. Потому что могут в Таиланде посадить в тюрьму. На 15 или на пожизненно. Скорее всего, мы едим... Мы едим в Таиландии. Ну, вы поняли. Не знаю. Надеюсь, все получится. Всем привет, друзья. Я не знаю, куда попадет это видео, этот кусочек к нашему переезду, к которому мы готовимся с мая. Блядь, это вездец просто. Порой у меня просто нет слов. Я хочу куда-нибудь камеру поставить. Пусть что? Мы готовимся к этому переезду довольно-таки давно. И когда я приехала из Сочи, я почему-то поняла, что я хочу уехать за границу. И я хочу попробовать пожить в разных странах, чтобы... Ну, не знаю, может быть, найти какую-то свою страну. Может быть, не знаю, просто сделать в этом, что в России лучше. Я не знаю. Ну, не знаю.